привет привет всем привет у меня сегодня такая цель выпить с вами вот этот стакан воды потому что ну вы знаете сказать что неимоверная жара не сказать ничего 35 градусов классно вот и завершить свою мысль по поводу равноправия и всего остального вернее наконец-то я вот из комментариев поняла что очень многие из вас берут мою мысль совсем не в то направление что у меня здесь торчит а походный мой такой пакетик с кистями тут несколько парфюмчиков каких-то даже в общем вот походный наборчик что-то у меня выпалился из ящика и я не знаю куда его деть пусть лежит ждет так вот видео кстати про еду про воду она уже загружена она лежит и ждет когда я найду время на канале чтобы втиснуть его между потоками сознания которые идут в прямом эфире почти я очень люблю когда у меня есть время вести такой типа живой диалог отвечать на какие-то моменты которые были недопоняты именно сразу после того как я выложила такие видео и именно поэтому я их выкладываю ближе к выходным чтобы меня тоже было время подумать потому что для меня это тоже потрясающая возможность подумать и как-то сформулировать свои мысли голове более четко чтобы потом их изложить поэтому вот такой как будет легкий поток сознания и из комментариев я поняла что очень многие не понимают эту точку равноправия и многие ее берут в сторону равносилия что ли равно какого-то да проводят параллели что все что могут мужчины могут и женщины физическом смысле давайте я вам сейчас сразу скажу такую вещь что мужчины да вот давайте не для хвастовства я вам приведу пример моего мужа допустим да поверьте мне 90 процентов мужчин физически не могут сделать то что может сделать мой муж другие 90 процентов не могут сделать что-то другое что может сделать какой-то другой мужчина да третий мужчина не может делать что-то еще что могут быть мы никогда не будем равносильными и одинаковыми никогда не с ним не в своей категории как бы не в своем вот этом скажем так под виде половом да не в своем каком-то другом никогда все женщины не будут равны и никогда все мужчины не будут равны и даже давайте возьмем мои любимые дзюдо в котором я работаю там как во многих других видах спорта мне вот сегодня при вы сказали такую такой факт как что в спорте мужчины и женщины отдельно и кстати я вам скажу честно мне тоже не нравится мне кажется сейчас расскажу дальше почему так вот даже в дзюдо и в других многих видах спорта делятся по весовой категории да есть допустим категория там 100 плюс там есть чемпион мира есть категория там 60 так примеру и у женщин также есть там 50 что-то дальше 56 вот это неважно категории все они там меняются зависимости от возраста тоже подростки дети женщины мужчины мужчин есть чемпионов европы в каждой весовой категории много никогда не ставят это есть как бы старая японская система когда типа все были против всех и весь смысл дзюдо да был что даже очень маленький может побороть очень большого и сильного как бы весь смысл дзюдо был построен на том чтобы можно было как бы взять самурая в доспехах и его нейтрализовать поэтому я вам скажу честно она тоже работает но в общем спорте это делится на весовые категории никогда 60 килограммовый мужчина не будет равен 110 килограммовым по своим физическим возможностям никогда не будет какой-то умный профессор равен я не знаю кому-то другому по своим умственным возможностям поэтому равноправие про который я здесь говорю это не уравняло в ко всех вот одну какую-то линейку что все должны идти делать так это возможности человека это делать понимаете это когда общество дает тебе возможность соревноваться вместе с другими полами в армии служить вы знаете сейчас в израиле кто не знает в израиле женщины служат в армии и не все служат боевых войсках я уже про это говорил даже не все мужчины служат боевые войска чтобы попасть в израиле в боевые войска надо туда поступить пройти специальные экзамены потом еще марш-бросок отбежать по дикой жаре очень непростой и далеко не все мужчины туда попадают но у них есть возможность попробовать и сейчас в израиле есть батальон артиллерия по-моему если не ошибаюсь да который создан только из женщин и почему это было сделано армия сказала если женщина может стоять во всех рамках как и мужчина до проходить все те же самые экзамены как и мужчина мы должны дать им возможность сформировать свой батальон мы не имеем никакого как бы права ограничить эти возможности если женщина до проходит мы не говорим про то что человек слабый он не пройдет как я сказал и слабые мужчины и слабые женщины бесспорно у женщины физиологически мышечная масса меньше чем у мужчины но вот касательно спорта почему не сделать такую вещь почему не открыть для тех кто да хочет это может соревноваться с мужчинами я думаю что это тогда будет что такое смешение знаете как профессиональный спорт и любительский да вот как профессиональный бокс там и там все другое там шлемов нет и того нет и все иначе и вот я думаю может быть это будет что-то уже такое это будет уже не совсем спорт мне кажется что даже в любительском спорте ты должен иметь возможность как ну нет все таки тогда профессиональный больше будет потому что профессиональным и мужчины с женщинами и всякое разное смешанное но почему бы не не вести как-то в любительский тур если женщина хочет и может она может это сделать вы знаете в войну мировую когда ведьмы летали избивали мистер шмидты они не говорили ой вы знаете ну что то я как давайте бабоньки губы то накрасим и нафиг нам надо война на мужики пусть летят а мужиков нет ну и хрен нету мужиков ладно сдадимся немцам фашистам прошу прощения фашист летали и почему-то все этим гордятся и потом почему меня у меня также был вопрос почему меня тема это задевает потому что я не могу понять женщин которые призывают с экранов интернетного ресурса любого какого-либо читательного зрительного видео до любого формата к тому что вместо женщины на кухне и надо вот единственно к чему стремится это красить губы я вот для меня это равноценно тому что чернокожие население планеты призывала бы назад к рабству да вот давайте вернемся в рабство нам там было хорошо но это же бред согласитесь это абсурд никогда в жизни никто из представителей этой расы такую ерунду не скажет но почему же женщины которые получили права голосовать еще что-то делать да так стремятся побежать назад вот туда когда не было прав и они стояли на кухне может быть это какой-то процесс надо вернуться назад потерять все потом 5 бороться и я уже думала даже что я в своем вот мире в котором я живу я живу достаточно демократическом и либеральном мире я с этой проблемой не столкнусь то она у нас слегка еще есть и поэтому для меня вот эта тема что вот и так женщина уже укладывают асфальт и так далее вы знаете для меня мужчина который укладывает асфальт я поэтому говорил уже много лет назад тоже абсурдная картина потому что мне кажется сейчас асфальт должны укладывать машины они мужчины не женщина но если женщина захочет если или если она даже не захочет ей будет нужно необходимо для выживания для чего-то другого получить эту возможность пойти на работу укладывать асфальт а она должна ее иметь и я говорю не о том что все обязаны делать одно и то же я говорю о том что у всех должны быть обязанности абсолютно и обязанности и права абсолютно равны вот и все поэтому когда я слышу женщин которые вот так вот призывают давайте там да будем думать только о губах вот я реально вспоминаю великие достижения женщин которые были сделаны и если бы мы кричали что мы должны только красить губы этого ничего бы не было исходя из этого я понимаю что из-за того что многие женщины берут политику мое дело быть женой рожать детей ничего больше не делать сколько еще всего не сделано того что мы могли сделать на протяжении всей истории человечества сколько мы могли вложить в этот мир и сделать его лучше но мы это не сделали потому что мы были заняты губами платьями потому что мы пропагандировали идею что нам надо супер-пупер условия для того чтобы как-то я не знаю причем вы знаете я замечаю очень часто что делают это именно девушки которые не находятся в ситуации что можно то расслабиться да который находится противоположной ситуации когда надо жить и работать они пропагандируют вот эту противоположную тему на самом деле должно быть все иначе я не могу никак это понять потому что очень часто тот кто таки хорошо сидит дома и наслаждается жизнью рожает воспитывать детей он как-то мало на эту тему говорит и вещает он просто доволен жизнью поэтому мне кажется вот это вот пропаганда найдет исключительно от какой-то не успешности не состоятельности себя ни в чем абсолютно не возможности самой как-то встать на ноги от того что опять же виноваты родители которые не вложили силу в человека а ведь слушают это молодые девочки вырастет и вырастут такими же вы знаете амебоподобными существами которые тоже будут болтаться в жизни и не знать кому бы пристать и найдут себя какого-нибудь да который просто пожалеет скажу ладно давай приставай к моему берегу уже и буду я тебя бить и то и сё и не знаю что еще будет ты будешь меня терпеть потому что ты больше никуда никуда и никому поэтому я меня это не то что задевает темы таких такой пропаганды у меня просто мне вымораживает мозг потому что это же смотрят реально молодые девочки которые решат что их жизнь заключается только в этом чтобы оторвать себе нормального мужчину чтобы сесть ему на голову больше ничего не дать себе классное хобби подтирать сопли самой себе и красить губы и радоваться я не представляю если бы вот во время войны женщины так рассуждали и говорили ну нету мужиков ну реально давайте пойдем сдадимся фашистам нормально ну что же мы пойдем сейчас полетим и и самые кстати были страшные ночные налет именно женских батальонов вот таких я не знаю как это правильно по-русски называется потому что я знаю как называется на иврите а на русский я вот перевожу криво немножко наверное и когда я об этом задумываюсь то реально подумайте сколько еще было не сделано потому что мы считали что мы это не можем что не женская работа что нам это тяжело и мы такой слабый пол что наша красота в наши там сила женщины в ее слабости я когда слышу это выражение у меня мозг просто голова так открывается мозг вываливается и валяется на полу в полном экстазе в коме коматозном состоянии я не могу понять как чья-то сила может в слабость быть это может быть знаете сила женщина в ее слабости когда рядом с неслабый мужчина и надо прикинуться еще более слабый чтобы мужчина вышел довольным и как бы удовлетворенным что он таки мужик это для того чтобы мужчину в мужчине поддержать его как бы в слабом мужчине поддержать его какое-то мужское начало надо прикинуться до слабым валенком но зачем нам такие мужчины повис вот здесь огромный знак вопроса зачем они нам нужны зачем нужен мужчина с которым надо прикидываться слабый и только тогда он может быть сильным мужчина должен быть который извините меня и так очень сильный и потянет даже сильную женщину и поверьте мне как только осознание того что это так вам придет как я говорила в прошлом видео люди другие начнут вокруг вас собираться ведь мы сами проецируем на мир то что то есть то есть чего мы состоим да нашу суть если мы будем проецировать вот такую слабость и беззащитность мы найдем того кто захочет повелевать нами до покровительствовать гладить по головке говорить там твое место а если мы проецируем полноценного человека мы найдем такого же человека себе партнеры по моему насколько что ты себя представляешь что к тебе притянется вот и по этой причине это реально тема меня очень беспокоит потому что я думала что 21 век люди шагнут уже более свободным умом и женщины не будут призывать за то что надо вернуться годам когда у нас не было никаких прав и наше место на кухне причем если это делают женщины то что же тогда как должны воспринимать мужчины говорить нет нет да ему это вообще подходит ему это классно молчи дура я все сказал и какое поколение вырастет на такой пропаганде что мы родились слабым убогим полом и наше место эти кастрюлю как в том фильме чистить да и поэтому меня это возмущает пугает злит даже иногда потому что я считаю что женщина достойна намного большего и в ее руках намного больше чем многие девушки говорят чем многие женщины готовы сделать и я говорю это даже не в плане зарабатывания денег а в плане в общем что мы можем привнести в мир очень много интересного очень много тоже полезного да а просто расширить расширить как бы до кругозор мира скажем тогда что-то изобрести что-то придумать почему я так говорю потому что женский мозг и мужской мозг знаете он работает как бы там ни было слегка иначе то что можем придумать мы часто не могут подумать и решить мужчины поэтому у нас тоже должна быть возможность и желание идти и что-то решать и делать я более чем уверена что если очень многих женщин оторвать от их кастрюль они принесут очень интересные идеи в этот мир и поэтому да я против выбора кастрюль в жизни вернее как я прошлом видео и говорила кастрюли кастрюлями а жизнь жизнью я не провожу никаких параллелей между я приготовила сегодня обед и поэтому это все что я сделала за сегодня классно теперь я чувствую что я состоялась я приготовила обед потому что все хотят есть я не вижу в этом ничего я в этом вообще ничего не вижу приготовила приготовила поели пошли дальше как это связано с чем-то другим как это связано с тем что я теперь должна этим гордиться я попылесосила ковер классно теперь я выполнила свою работу на всего выполнила свою миссию на сегодня я родила ребенка классно теперь я могу считать что я все в жизни сделала больше мне теперь ослабиться только вот воспитать бы ребенка и все вот это я не вижу как это связано я вот разделяю вы знаете обычные необходимости жизненные человека и его физические функции как рождение детей с возможностями человека разумного не животного который там покушать себе да как хомячок принес детенышей воспитал и вот все на этом жизнь закончилась я вот разделяю детенышей хомячки и до запасы зерен на зиму и человек разумный а многие люди смешивают у человека разумного и вот хомячка с детенышами зернышками я не могу понять как у меня связаны вот физиологические мои вещи даст жизнь тем что я еще и человек разум это начать отказываюсь человек разумный я опускаюсь на уровень инстинктов дом семья дети классно это все что я сделала в жизни но я человек разумный может быть не все себя ощущают человеками разумными тоже может быть но тут уж каждый кто как но я считаю что у нас более или менее у всех достаточно как бы не могу сказать одинаковые способности потому что способность у всех разно одинаковый уровень что-то с собой сделать да заинтересоваться чем-то развить в себе потенциал чего-то и ведь так намного интереснее жить жизнь оказывается когда ты и узнаешь такая интересная такая разная и и в мире есть очень много чего интересного даже в плане вот реально работы достижение чего-то продвижение куда-то чего-то и до водичка часто очень возникает вот такой вопрос когда вырастает ребенок и я думаю вот я бы не хотел чтобы ребенок про меня говорил моя мама домохозяйка и я бы не хотел это говорить про свою маму меня это смущает если честно другой стороны кому какое дело но я бы не хотела потому что мне кажется что я мама очень умный человек и я рада что она достигла того чего достигла и также я думаю мой ребенок будет видеть меня и у нее будет из-за этого желание тоже что-то делать выше того чем просто ее наградил бог или природа кто-то мне написал кто во что верит кроме того что нам дано от рождения поэтому хотелось бы чтобы этот мир стал просто он мужской из-за того что женщины позволяют чтобы он был мужским не потому что он такой создан изначально и взгляд вот на эту ситуацию с точки зрения что-то мужчины нам не позволяют нет это не мужчина мне позволяет это мы считаем что у нас есть более легкие пути и вы знаете женщина по сути своей она много сильнее чем мужчина потому что если бы хоть один вот этот шовинист который считает что он такой крутой и все ему надо было родить хоть один раз ребенка то человеческий род на этом бы вымер больше не было бы ни одного человека ни один мужчина бы больше это не сделал поэтому мужчины они намного как бы не казалось слабее и проще чем женщины поэтому мне кажется что чем больше в мире будет преобладать женское начало тем больше тем более мир будет интересен потому что мужчины не могут привнести того что можем привнести мы а больше я говорю не значит что там да должно быть нас там матриархат нет а больше в плане процентности потому что сейчас я думаю у нас процентность там да 90 на 10 и чем больше процентов мы будем отвоевывать чтобы это шло к уровню баланса тем мир будет интереснее потому что никогда созданный однобокий мир только одной стороной человечества он не будет достаточно разнообразный и интересный вот такое длинное нытьё получилось и да высказывайте пожалуйста свои мнения потому что мне кто-то написал вот я выскажу мнение надеюсь у меня не забаните нет я никогда не забаниваю когда человек высказывает свое мнение я забаниваю когда человек приходит и говорит ты дура, все плохо, и там, я не знаю, все уродливо, и не знаю, просто, какую глупость ты говоришь. На этом заканчивается комментарий, это я баню тут же, потому что это для меня такое высказывание, да, я пришел тебя оскорбить и свое мнение у меня никакого нет, а если есть, я не буду его высказывать, потому что я боюсь, в общем, я две мысли в три ряда сложил и не могу их даже высказать. Поэтому, когда человек высказывает мнение, я никогда не баню, высказывайте сколько угодно, главное, чтобы это было в рамках уважения к собеседнику и не более того, и все. Поэтому разница между тем, что написать просто все тупо и аргументировать, почему тупо, это колоссальная разница, поэтому согласна я или не согласна, это уже третий вопрос, я вполне могу даже и поспорить, но банить ни в коем случае я такое не баню, поэтому тоже не надо путать между просто прийти и написать уродство или сказать, знаешь, вот мне так девушка одна пишет, ты меня забанила, я там про наряд твой что-то сказала. Скорее всего, это было так, все плохо, уродство. Я такое сразу выбаниваю, потому что, если кто-то хочет высказать свое мнение, скажите, как хорошо, как вот по-вашему хорошо, покажите, как хорошо, расскажите, как надо. это да, а просто говорить, что у других все плохо, но это просто, как я сказала. Так что вот такой вот нудный поток создания. Надеюсь, я вас не сильно утомила. Всем большое спасибо и пока-пока.